Всем привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Причем сегодня я рада вам всем здесь вдвойне, потому что на днях мой блог отпраздновал свою первую важную дату. Ему исполнился месяц. Это значит, что месяц назад я, переборол все свои страхи, какие-то плохие предчувствия, сомнения, загрузила на свой канал первое видео. И вас сегодня здесь уже почти 100 человек. Я до сих пор не могу в это поверить, что почти сотни разных людей, которых я даже не знаю, представляете? Интересно то, что я делаю, но серьезно. Поэтому если вдруг вам понравится это видео, не забудьте, пожалуйста, подписаться. Ну и, естественно, не забывайте про лайки и комментарии, потому что это не просто приятно мне, это очень помогает моему маленькому каналу выживать в бушующем море других книжных и, в общем-то, не книжных блогеров на ютубе. Ну а у меня сегодня, наверное, самый любимый формат, мой в том числе, это книжные покупки. Я обожаю смотреть видео, где люди показывают, как они потратили кучу денег на книги, и у них пополнение на книжных полочках. У меня, к сожалению, пока полочек особенно нет, поэтому я складирую книжки, где попало. И сегодня готова показать очередную партию купленного вам. Начнем, наверное, с двух томиков Мадлен Миллер. Это ее дебютный роман «Песня Ахилла» и «Церцея». Я купила сразу два, как говорится, чтобы два раза не вставать. Тем более, что в этом году я решила как-то поплотнее познакомиться с мифами. Они даже не познакомятся, я с ними, конечно же, знакома, скажем так, освежить свои какие-то воспоминания о них. Я в детстве обожала мифы Древней Греции. Если вы смотрели видео с моими книжными полками, я чуть подробнее об этом там рассказываю. Так вот, мне кажется, что и Мадлен Миллер, и Стивен Фрай, они в последнее время выступают такими главными популяризаторами древнегреческих мифов. Плюс ко всему я еще хочу прочитать в этом году «Илиаду», потому что вписалась в марафон 52 великих книги. Пока еще не прочитала ни одной. Суть его, читать по одной книге в неделю, я пока вот безбожно отстаю. В общем, жду какого-то классного переосмысления и драйвового сюжета. Насколько я знаю, по отзывам слог у Мадлен Миллер отличный. Я верю на слово и надеюсь, что от этого тоже получу удовольствие. «Маленький друг Донны Тарт» — это третья книга этой писательницы на моих полках импровизированных. У меня уже есть «Щегол и тайная история», причем «Щегол» прочитан, переведен в разряд любимейших. Поэтому я ни капельки не сомневалась, когда покупала следующие книги. «Маленький друг» немножко припоздал. Все как-то у меня не было на него то лишних денег. То я почему-то вспоминала, что когда-то слышала, что «Маленький друг» — это менее впечатляющий роман у Донны Тарта. Это после «Щегла» и «Тайной истории» не поворачивается язык назвать его каким-то слабым. Но где-то то ли в каких-то подкастах, то ли в каких-то рецензиях я читала об этом, и у меня сложилось впечатление, что как-то в книжном сообществе «Маленького друга любят меньше». Я надеюсь, что со мной этого не случится. Правда, у Донны Тарта слишком мало романов, чтобы они были не классные. Ну, правда, после «Щегла» я готова проглотить и «Тайную историю», и «Маленького друга» прям подряд. Но поскольку романов мало, я прям смакую их. И «Щегла» прочитала, наверное, два года назад, как раз когда был карантин во время пандемии. И специально прям откладываю «Тайную историю», которую хочу прочитать после, на максимально попозже. Поэтому не знаю, например, когда приступлю к «Маленькому другу». Здесь у нас по сюжету во дворе собственного дома найден повешенным 9-летний мальчик. Мы знакомимся с этой историей спустя 12 лет, когда его подросшая сестренка решает во что бы то ни стало найти человека, виновного в смерти своего брата, потому что убийца до сих пор не был найден. Вот такая детективная немножко составляющая, но я уверена, что книга «Тарт» не может быть просто детективом. Кроха Эдварда Кэрри. Я знаю, что Соня с канала «Соня читает» уже, наверное, десятки раз рассказывала об этой книге и выступает ее главным популяризатором на книжном буктюбе. Собственно, именно поэтому во многом я и купила ее. «Доверяю вкусу Соне». Книга красивейшая, помимо того, что она вот в такой желтой бумажной обложке. Если ее снять, там будет вот такая красивая черная с маленькой фигуркой мадам Тюссо, про которую как раз-таки эта книга, это ее художественная биография. Потрясающие, немного пугающие иллюстрации. Вот, посмотрите. Надеюсь, видно. Находила я здесь еще чисто случайно мертвого голубя, например. Как вам? Как много мрака, как правильно подметила Соня в книге вот с такой потрясающей, позитивной желтой обложкой. Надеюсь найти там действительно интересное описание жизни и судьбы женщины, которая прошла через революцию, голод, холод, смерти и стала воистину великой. И тут сразу еще одна художественная биография. На этот раз это Колн Тойбин и его волшебник. Это рассказ про знаменитого писателя Томаса Мана. Я сразу хочу сказать, что не читала ничего ни у Колма Тойбина, ни у Томаса Мана. Знаю, что у Тойбина есть какой-то замечательный роман «Бруклин». Я его уже себе отложила в список на прочтение. Наверное, я буду слушать его в аудио. А у Томаса Мана, конечно, собираюсь прочитать и «Волшебную гору», и «Смерть в Венеции», и, конечно же, «Буденброков», потому что я обожаю семейные саги. Насколько я знаю, Томас Ман был великим писателем, а вот человеком так себе. Поэтому эта книга хорошая возможность как раз-таки познакомиться с его характером перед тем, как приступить к прочтению его произведений. Сейчас будет сразу три подряд книги в мягкой обложке из серии «Большой роман» азбуки. Я очень рада, что стали их выпускать в мягкой обложке, потому что у меня пока не появилась машинка, которая печатает деньги. И покупать так много дорогих книг нет возможности, а хочется, причем очень. Поэтому я рада, что могу найти издание, которое давно хотела по доступной цене. Во-первых, у меня здесь Жаума Кабре, его роман «Ваша честь». Я с Кабре не знакома. У меня есть томик «Я исповедуюсь», который я купила еще очень-очень давно, когда Кабре еще не был так знаменит на книжном буктюбе, и до сих пор он упокоится где-то у меня в книжных шкафах в Доме родителей. Как раз-таки с «Вашей чести» я и планирую начать знакомство с Кабре, потому что мне подходит здесь такая детективная завязка про убийство знаменитой певицы, про молодого поэта ошибочно арестованного и про судью, который оказывается не таким честным и правильным, каким себе его многие представляют. Ну и следом сразу Мариша Пессл и ее некоторые вопросы теории катастроф. Обожаю ночное кино, читала в электронке, потом купила себе, конечно, бумажную версию. Вот эту книгу я брала на английском у своей подружки, прочитала пару глав и отдала обратно. Не потому что мне как-то особенно не понравилось, а потому что я толком ничего не поняла. И чтение у меня шло максимально медленно. У меня с английским довольно среднее, хотя читаю я как раз-таки на нем вполне себе хорошо, просто как черепаха. И меня это часто очень утомляет. У меня как раз в планах на этот год уже чуть больше все-таки читать на языке оригинала. Ну и вернемся, собственно, к этой книжке. Я подумала, что на русском, наверное, я ее все-таки одолею. Ожидаю чего-то невероятного от книги, у которой почти 100 страниц примечаний, чтобы вы понимали. Очень насыщенный роман. Дебютный роман Мариши Песл про какую-то гениальную девочку, которая может назвать 65 знаков числа Пи наизусть, которая очень классно сечет в литературе. Надеюсь, что по ходу чтения буду выписывать в какой-нибудь блокнотик произведения, которые здесь упоминаются. Если вы слышите странный звук, не удивляйтесь, это мой кот решил поесть прямо в разгар видео и хрустеть своими камушками. Вы уж его простите за это. Ну и, наконец, третья книга из этой серии. Это «Что гложет Гилберта Грейба Питера Хёджиса». Такой роман с кинообложкой молодой и прекрасной Джонни Депп. Тоже, наверное, очень популярная книга среди книжных блогеров. Классная история про молодого человека, который живет в крошечном городе, из которого он бы рад вырваться, но у него есть обязательства перед его семьей. Во-первых, у него абсолютно неподъемная в прямом смысле этого слова мама, которая весит какое-то невероятное количество килограммов и не может даже самостоятельно передвигаться. Во-вторых, у него есть еще брат с особенностями развития. У него есть сестра, у которой тоже там какие-то свои проблемы. И плюсом ко всему роман с женщиной, которая гораздо старше его. Но в какой-то момент в этот городишко приезжает молодая красавица, которая, может быть, изменит жизнь Гилберда. Но это не точно. Как раз-таки мне очень интересно это узнать. Летняя книга Тувьянсен. Я у Тувьянсен читала только мумитролей. Это было еще в детстве. Я очень полюбила этих ее героев. Я с удовольствием покупаю какие-то предметы, если на них изображены мумитроли. У меня, например, есть ланчбокс. Ужасно умилительный с мумитролями. Муж подарил мне шоппер с одним из мумитролей, которые он купил в подписных. И я обожаю летом его носить. Но мне кажется, что пришла пора познакомиться с Тувьянсен как с такой взрослой писательницей. В эту книгу вошло сразу несколько произведений. Во-первых, это роман «Город солнца». Это единственный роман Тувьянсен. Это повесть и летняя книга. Есть еще здесь дневниковые записки с острова, которые меня, кстати, особенно заинтересовали, потому что я жду от них вот этой атмосферы пронизывающего ветра, который дует с Финского залива, крики чаек, женщина, которая пытается обустроить свой быт. Но это я себе так это представляю. На самом деле не знаю, чем там занималась Тувьянсен, но ожидания, честно скажу, большие. Те, кто читали, вроде говорят, что это довольно депрессивное чтиво, но меня таким не напугать. Возможно, отложу до лета, раз уж тут летняя книга, но это не точно возможно, мне захочется прочитать ее пораньше. Слепой убийца Маргарет Эдвард. Книга, которую очень любит Снежана, с канала Снежан Зе Букс. Я Снежаниному вкусу всецело доверяю, поэтому решила тоже попробовать прочитать эту книгу. Какого-то легкого чтива не жду, потому что знаю, что в этом романе, можно сказать, как в матрешке целых два романа, целых две истории про сестер. Попробую продраться, не запутаться, не заплутать. У Эдвард я читала рассказ Служанки когда-то давно, уже после того, как посмотрела пару сезонов одноименного сериала, и мне, в общем-то, понравилось. Я помню, что не было у меня какого-то восторга, но довольно крепкая, интересная была книга. Но от этой все-таки жду чего-то особенного. Ну и, наконец, мы добрались до финала. Я, кстати, забыла посчитать, сколько здесь покупочек, сколько книг я накупила в начале этого года. Думаю, что больше десяти, однозначно. С математикой у меня традиционно не очень, так что, если вы были внимательны, напишите в комментариях, сколько книг я показала в этом видео. Надеюсь, вы точно считаете лучше меня. А у меня в руках сборник рассказов и повести моей любимейшей Нарине Абгарян. Конечно, когда у Абгарян выходит новая книга, я сразу бегу ее покупать, потому что это один из моих самых-самых-самых любимых авторов. В этот раз это не роман. Опять же, повторюсь, это сборник рассказов и повестей, но я нисколько не сомневаюсь в том, что они будут волшебные, по-абгаряновски теплые, но при этом очень жизненные. Знаете, когда нет каких-то вот этих розовых соплей, сиропа, когда есть реальные люди с реальными проблемами, но в то же время с какими-то радостями жизни, очень позитивные, которые во всем видят хорошее. Мне кажется, это такая отличительная черта этой писательницы. После ее книг прям очень хочется жить. Я рада, кстати, что заканчиваю как раз свое видео на этой Абгаряновской такой теплой, светлой нотке. Ну что, будем с вами прощаться. Я буду очень рада, если вы поставите этому видео лайк, напишите какой-нибудь комментарий и подпишитесь на меня, если уж я и мое видео вам действительно понравилось. Если не понравилось, не подписывайтесь, все нормально, я все понимаю. Ну и будем прощаться до следующего раза. Порадую вас каким-нибудь прикольным видео скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok